Занятия в спортивном лагере «Спарта» проходят круглый год, но сегодня тренировка особенная. Ее проводят игроки основного состава команды «Спартак Приморья». Разминка, веселая эстафета и игра 3х3. Программа стандартная. Но главное преимущество такого занятия в том, что проходит все в формате обычного общения. Каждый подросток может пообщаться с игроками команды «Спартак Приморья» лично и задать все интересующие вопросы. Я сама прилетела из Камчатки, в Владивостоке. Я уже второй раз в этом лагере отдыхаю. В том году к нам тоже приезжали со «Спартака Приморья», но просто давали интервью и все. Мне очень нравится, как мы с ними играем. Они, ну не знаю, для меня они показывают очень высокий результат, к которому я бы хотела стремиться. На мастер-классе побывало более 150 школьников. Все они воспитанники спортивного лагеря «Спарта». Есть как давно увлеченные баскетболом подростки, так и те, кто только знакомится с ним. Кумиры показали юным спортсменам основные элементы игровых комбинаций, броски и ведения мяча. Научили тому, что должен уметь каждый баскетболист. Сейчас, наверное, не в таком возрасте, когда еще рановато, каким-то именно классификацию какую-то производить, там, центровой, там, разыгрывающей. Я думаю, именно азы баскетбола надо будет, это, там, дриблинг какие-то, владение мячом. Вот, самые простые движения, там, я думаю, что два шага многие еще, наверное, не делают. За час, конечно, научить всем комбинациям подростков не удастся. Но, как признаются организаторы, главная цель не в этом. Основная задача такого мастер-класса – вдохновить юных баскетболистов на большие победы. Мы даем детям понять ту взаимосвязь с профессиональными спортсменами, которая им необходима, ну, для ряда детей необходима для их стремления и мотивации. Поэтому ребята из основной команды «Спартак» приезжают постоянно к нам, показывают свое мастерство, но и в то же время здесь постоянно живет и тренируется весь резерв «Спартака». В школах такие мастер-классы проводят регулярно, по 10 раз в год. А для «Спарты» это впервые. Тренировкой остались довольны как подростки, так и их именитые учителя. Решили такие встречи проводить чаще. Дарья Орлова, Александр Малыгин, Панорама.